Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня Тюдор, это Black Bay в керамическом корпусе, давайте с этими красавцами поближе познакомимся. Кто не знает, Тюдор это дочерняя компания Rolex, очень популярные часы на западе, у нас может быть чуть меньше, у нас как правило любят, чтобы часы, ну как сказать, чуть больше блестели, чтобы дороже выглядели. А Тюдор, они все-таки достаточно сдержанные, если Rolex это такой Tool Watch в основном, то Тюдор еще больше в Tool Watch, но тем не менее фанатов Тюдора в России становится все больше и больше, я думаю, что вполне себе заслуженно. Вот они, красавцы, спасибо Алексею, который дал эти часы на обзор, и эти, и много других классных часов, ну и давайте посмотрим, что у нас в комплекте. В комплекте идет гарантийная карточка, дальше гарантийный буклет и мануал. Так, все остальное, основное здесь есть, что еще в комплекте, это второй ремешок, второй кожаный ремень. Точнее не кожаный, каучуковый ремень, но выглядит он, знаете, со стороны, как будто это кожа с прострочкой. А, стоп, это кожаная вставка на каучуковый ремень, что-то сразу я прям не признал, потому что она здесь как замша такая, мягкая-мягкая очень. Застежка от Tudor здесь классическая, с керамическими шариками, чтобы ничего у нас не затиралось, не стиралось. Кстати, классный ремень, реально, реально приятный. Так, давайте ремешок отложим в сторону, будем смотреть на часы. Значит, это модель с референсом M79-210, вышла она в 2021 году, если не ошибаюсь. Калибр внутри стоит MT5602, причем это вторая модель, в которой механизм можно посмотреть, задняя крышка прозрачная. И у этого механизма MT5602-14 есть сертификат как КОСК, так и МЕТОС, МЕТОС, которому институт принадлежит Swatch Group. И он, в принципе, более жесткий по требованиям, чем даже КОСК. Механизм антимагнитный до 15 тысяч гаусс, 70 часов запас хода у него и 28 800 полуколебаний в час. Здесь, в этих часов, как видите, головка заводная завинчивается, водозащита здесь 200 метров, гарантия 5 лет, сапфировое стекло спереди и сзади, причем спереди есть еще выпуклый сапфир. И у нас керамический корпус, то есть вот эта основа, это керамический корпус. Заводная головка – это сталь 316L с черным PVD-покрытием. Безель у нас тоже черный PVD, внутри вставка керамическая. И задняя крышка – это тоже сталь с PVD-покрытием. Здесь несколько интересно, поскольку у нас PVD-покрытие царапается, если что, а керамический корпус нет, поэтому тут надо быть все равно осторожным. И, опять же, для меня, например, интересно, почему PVD-покрытие, а не более столь к DLC. Вот уже, ну, как бы, вряд ли они с соображением экономии, что ли, были озадачены. Что касается цены, то на Хрона 24 эти часы новые стоят сейчас примерно 4,5 тысячи долларов. И любопытный факт – на Гран-при Женевы в 2021 году эти часы выиграли приз. Здесь у нас ремешок тканевый, комплектный. Видите, он достаточно, я так понимаю, быстро изнашивается. И, в отличие от классического какого-нибудь там натовского ремешка, его нельзя просто вытащить. Он здесь вот к шпильке, в общем, крепится. К шпильке крепится, и вот такая вот ситуация. Не так и быстро можно заменить. А никакой системы быстрой замены нет. Но я шпильки вытащу, и вам, конечно, покажу, как выглядит механизм. Застежка у нас тоже сталь с PVD-покрытием. Красивый ремешок в том плане, что он хорошо сочетается с корпусом, да. И вообще, мне очень нравится у этого тюдора контрастность. То есть, здесь нет ничего не лишнего. Специально сделали надписи серым цветом, чтобы мы максимально удобно считывали время. Вот стрелки классические, причем сноуфлейк здесь на часовой, меч на минутной и разметка. Все, больше ничего не видно. И, как вы видите, считается это просто потрясающе. Ну, и плюс еще и красиво, да, черный, белый здесь. Причем он белый такой немножко в молочный, да, такой теплый оттенок. Классно. Но при этом, правда, показания безеля тоже нифига не читаются. Так же, так что, как дайверские часы, они, ну, как бы, не очень. Очень четкий, очень уверенный, максимально такой удобный безель. Классно сделан. Что касается веса, давайте посмотрим. Ну, если мы говорим про вот этот ремень, то здесь меньше, чем 90 грамм. По размерам, что получается? По безелю 41. Корпус чуть меньше, то есть корпус будет где-то 40. Высота, так, здесь с учетом стекла 14,6. По ремешку 22. И от ушка до ушка 49. Кто скажет сейчас в комментарии, напишет, что вот не с той стороны ремешок, а могу сказать, что не все марки делают, как бы, застежку с верхней части. Это по-разному все бренды делают. Мое запястье 18,5. Ну, вот что мы получаем, да. Классический тюдор, хорошо сидит на запястье. Стелс-вариант с суперчитаемостью в керамике матовой. Причем у этой керамики есть еще здесь вот такая зеркальная боковая поверхность, которая немножечко такой нюансик, нюансик шика добавляет. Видите, как он отражает, да, у нас источник света. Ну, и здесь циферблат не матовый. То есть, опять же, если бы мы говорили, что это вот там дайверские часы, но это, конечно, там не дайверские часы по ряду причин. И здесь циферблат вот такой глянцевый, хорошо переливается на свету и выглядит достаточно дорого. Плюс здесь есть небольшое, как мне кажется, такое мини-микро-вкрапление лучистости, да. То есть, есть чуть-чуть, есть вот такие вот солнечные лучи на этом циферблате. Ну что же, давайте посмотрим на тюдор. На макро. Да, лучистый циферблат, как я вам говорил. Что-то, какой-то отпечаток пальцев на стрелочке. Красивая вставка бизеля. Ну и задняя крышка. Смотрим механизм. Он здесь черный. Подстать к корпусу. Ну и никаких украшательств практически здесь нет. Такой техно-калибр. Такой же подход и философия, как у Rolex. Но, в принципе, это и не удивительно. Что хочу сказать по итогам. Безусловно, часы не для всех, потому что керамика, да, здесь стелс-вариант и отсутствие браслета, например, в комплекте. Это, конечно, вот на человека, у которого уже есть, скорее всего, не один тюдор. Ну, например, как у Алексея. Вот. А в целом при этом модель, как мне кажется, очень интересная. Вот немножечко необычная даже для тюдор. И реально очень со стилем и со вкусом исполненная. Плюс 4,5 тысячи долларов по нынешним-то временам. Это весьма и весьма адекватно. У меня на этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.